МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На российском телевидении часто можно увидеть кадры из Грозного, как там теперь все здорово и красиво. Однако порядки, введенные при Рамзане Кадырове, многим чеченцам не по душе. Тысячи выходцев из Чечни отправились в качестве беженцев в Европу, прежде всего в Германию. Проблемы их интеграции обсуждали сегодня в Берлине. На мероприятие побывал наш корреспондент Владимир Есипов. Мы связались с ним до начала передачи. Столь пристального внимания к проблемам чеченских беженцев в европейских странах в столице Германии не было давно. Эта конференция собрала десятки экспертов из самых разных областей от правозащиты, адвокатуры, социологии и, само собой разумеется, представителей самой чеченской диаспоры. А она в Европе довольно большая. Во время Второй Чеченской войны из региона в Европу в поисках убежища бежало порядка 150 тысяч человек. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные ученых из университета Брюсселя, которые были также представлены в ходе сегодняшней конференции. Конференцию организовал Мемориал Германия, Комитет гражданское содействие, а также некоммерческая организация «Женщины за развитие». Финансовую поддержку оказал МИД Германии, Гражданский форум ЕС России и Норвежский хельсинский комитет. Программа конференции была посвящена самым разным аспектам интеграции чеченских беженцев в европейских странах. Примеры приводились самые разные, от успешного футбольного клуба ФК «Чечня», который сегодня переименован в ФК «Интернационал» в Австрии, в австрийской земле «Каринтия», до отношения чеченцев к сексуальным меньшинствам, а также практикам урегулирования семейных конфликтов в Чечне и уголовным преследованием в регионе. По словам представителя немецкого мемориала, необходимость в такой конференции назрела довольно давно, потому что чеченцы считаются трудно интегрируемой группой. С одной стороны, есть в самом деле очень разные проблемы, и чеченцы из общества, которое очень сильно еще традиционное, и им очень сложно адаптироваться к современному обществу. Но чеченцы не все равны, есть самые разные, но именно более открытые современные чеченцы, они реже говорят в СМИ, например. Они открыто не любят говорить, потому что боятся социального контроля от чеченской комьюнити. Поэтому их не так видно. Немецкие СМИ регулярно пишут о чеченских преступных кланах в Германии, которые активно участвуют в перераспределении сфер влияния. Вот что думает по этому поводу Светлана Ганушкина. Ну, я немного знаю о чеченских криминальных кранах, можно сказать, что ничего не знаю, но я должна сказать, что когда мужчины не могут работать, и когда у них нет занятий, криминальная среда так или иначе либо их аккумулирует, либо они создают свои группы. И поскольку это люди сильные, у которых, в общем, культ силы достаточно велик, ну, в общем, наверное, этот процесс зависит не только от чеченцев, а он еще и зависит от окружающей среды, которая не дает им иного выхода. Социолог из Бельгии, выступавший на сегодняшней конференции, подчеркнула роль двух чеченских войн, которые наложили глубокий отпечаток на массовое сознание чеченцев. О них нельзя забывать, говоря о сегодняшних проблемах интеграции в Европе. Среди выступающих на конференции были и открытые критики Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Но, по общему мнению участников конференции, проблемы интеграции беженцев в новом обществе и на новом месте не решаются за один день. Поэтому сегодняшняя конференция, само собой разумеется, станет только первым шагом на этом длинном пути. Другой теме. Северный поток-2 уже строится. В компании Nord Stream сообщают, что проложили уже 200 километров магистрали. Несмотря на недовольство со стороны Украины и ряда европейских стран, Берлин от участия в проекте отказываться пока не намерен. Однако в Германии опасаются, что строительство могут помешать США. Вашингтон тоже критикует проект «Газпрома». В том числе и этот аспект обсуждали на завершившейся сегодня в немецком Потсдаме германо-российской сырьевой конференции. Тема газовых поставок стала на ней основной. Александр Прокопенко с подробностями. На конференции в Потсдаме, где обсуждались перспективы германо-российского сотрудничества в сырьевой сфере, третьим невидимым участником были США, а точнее санкции, которые Вашингтон намерен вести против России в конце ноября. В этой связи все намекали на трудности, которые могут возникнуть при строительстве Северного потока-2. В отличие от США и целого ряда государств на востоке Европы, Польши, стран Балтии, Словакии и Украины, официальный Берлин в трубопроводе заинтересован, ведь магистраль тянут из России именно в Германию. Об поддержке проекта заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. «Сырьевое партнерство между Германией и Россией существует много лет, и в будущем оно станет еще важнее. Мы вместе договорились создать хорошие условия для того, чтобы предприниматели из обеих стран могли делать инвестиции, чтобы имеющиеся пути поставок сохранялись и усовершенствовались». В то же время именно Альтмайер стал посредником начавшихся между Москвой и Киевом при участии ЕС в переговорах о сохранении украинского транзита после 2019 года. Главный вопрос – объемы российского газа, которые будут прокачиваться через Украину после введения в эксплуатацию Северного потока-2. Как раз в четверг власти Украины предостерегли Европу от участия в этом проекте. Если новый пакет американских санкций напрямую затронет сырьевой, в частности, нефтегазовый сектор российской экономики, у западных партнеров «Газпрома», считают эксперты, возникнут трудности с финансированием газопроводных проектов. В итоге им, вероятно, даже придется выйти из проекта «Северный поток-2». Понятно, что эти санкции могут задержать каким-то образом его реализацию. Так как проект исключительно коммерческий и экономически выгодный для всех его участников, я убежден, что этот проект будет реализован. А вот многие европарламентарии думают иначе. В начале этой недели более 60 депутатов из разных стран ЕС обратились с открытым письмом к канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором выступили против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Среди тех, кто подписал послание, и немецкий политик от партии «Зелёный» Райнхард Бютикофер. «Германии придется нести ответственность за последствия создания внутренних барьеров в ЕС. Это не в интересах европейцев, это не в интересах наших соседей, и это не в интересах Германии». В Берлине реализацию таких проектов, как «Северный поток-2», называют скорее коммерческой задачей. Но тот же министр Альтмайер, уступая на конференции в Потсдаме, признает и политический аспект строительства российского газопровода. Впрочем, Германия ориентируется не только на углеводороды из России. ФРГ намерена построить и терминалы для приема сжиженного газа, в том числе из США. Смерть общественной активистки Екатерины Ганзюк вызвала огромный резонанс в Украине. Внавшим летом на нее было совершено жестокое нападение. Ее облили серной кислотой. Несмотря на операции, спасти ее жизнь не удалось. Коллеги Екатерины Ганзюк, активисты из разных регионов, объединились в коалицию по защите прав гражданского общества. Они обвиняют руководство силовых структур в Украине в бездеятельности и срыве реформ. Тему продолжит наш корреспондент Александр Индюхова. Кто заказал убийство Кати Ганзюк? С такими плакатами украинцы выходят на митинги по всей стране и требуют ответа от правоохранителей. С Катериной Ганзюк прощались в Херсоне. 33-летняя общественная активистка, советница мэра Херсона, последние 4 года опубликовала в частности факты коррупции в местных правоохранительных органах, выступала с критическими заявлениями по поводу действий центральной власти. В конце июля ее средь бела дня прямо у собственного дома облили серной кислотой. Она провела 3 месяца в больницах, давала показания правоохранителям, озвучивала свои версии. Тем не менее, правоохранители заблокировали полноценное расследование. После смерти Катерины десятки общественных организаций развернули широкомасштабную кампанию по всей стране с требованием найти заказчиков и убийства, а также отправить в отставку руководство Херсонской полиции, МВД и Генпрокуратуры. Первое, что нужно сделать, это уволить генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова, потому что это люди непосредственно ответственные за провал правоохранительной реформы, которая идет уже 4 года. Это реформа требования Евромайдана. Оно не выполнено. Реформа абсолютно нивелирована, как идея. Виталий Устименко известен в Одессе критикой в адрес мэра и его бизнес-партнеров по застройке города. На Виталия уже было совершено несколько нападений. В последний раз напали этим летом с ножом. Кто заказчики, организаторы, исполнители, а от следствия ответов нет. Как и в случае с еще как минимум пятью пострадавшими одесскими активистами, выступающими с критикой в адрес местных чиновников. Один из них, Сергей Стерненко, пережил уже три покушения. По его мнению, происходящее отбрасывает Украину во времена экс-президента Виктора Януковича, при котором милиция довольно жестко расправлялась с неугодными. Полиция не просто не расследует резонансные преступления. Фактически покрывая заказчиков, организаторов и исполнителей, она становится причастной к этим преступлениям. И есть достаточно серьезные основания полагать, что к некоторым громким преступлениям могли быть причастны сотрудники полиции, как соорганизаторы. В Украине с начала года было зафиксировано три убийства общественных деятелей. Дмитрий Булах в Харькове борется, среди прочего, и против разворовывания городских земель. По его наблюдениям, чем дальше от Киева, тем ощутимее бездеятельность правоохранителей. На меня нападали, на моего коллегу нападали. В Харьковской области произошло убийство экоактивиста. Ситуация в районах области достаточно критическая, потому что там фактически феодализм. Там правят семьями, занимают посты в исполнительной, судебной и правоохранительной сферах. И там очень тяжело работать обычным людям, которые просто не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в стране или в их городе. Херсонскую активистку Катерину Ганзюк знали во многих регионах Украины. Ее убийство вызвало огромный резонанс по всей стране. Но, несмотря на явное желание заказчиков запугать гражданское общество в Украине, ни Дмитрий, ни его коллеги не собираются прекращать свою деятельность. Они намерены и дальше требовать от правоохранителей полноценного расследования, а также провести свои независимые расследования, причем не только убийство Ганзюк, а и нападение на других активистов. За последние два года в Украине было зафиксировано более 50 таких случаев. После промежуточных выборов в Конгресс лишился своего поста генпрокурор Джеймс Сэшнс. Недовольство Дональда Трампа было связано прежде всего с его отношением к делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы. Трамп предпочел бы свернуть это расследование. Однако теперь уже бывший генпрокурор сам себя отстранил от этого дела, чтобы избежать обвинений в предвзятости, поскольку он встречался с российским послом Сергеем Кисляком. В Конгрессе решение Трампа, мягко говоря, восторга не вызвало. Тему продолжим в обзоре новостей. Лидеры демократов Чак Шумер и Нэнси Пелоси опасаются, что дальнейшее расследование вероятного вмешательства России в американские выборы окажется под вопросом. После отставки Джеффа Сэшнса, временно исполняющим обязанности генпрокурора, назначен Мэтью Уитекер, известный своим скептическим отношением к этому расследованию. Шумер и Пелоси призвали Уитекера отказаться от курирования спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководит следствием. Манфрид Вейбер, зампредседателя Союза ХСС, входящего в правящую коалицию в Германии, стал главным кандидатом от Европейской Народной партии на выборах в Европарламент в 2019 году. Его соперником на пост главы Еврокомиссии, который сейчас занимает Джан-Клод Юнкер, станет кандидат от социал-демократов бывший глава МИД Нидерландов Франц Тиммерманс. Выборы пройдут в мае 2019 года. 8 ноября – День рекордов Гиннеса. В этом году в книгу были внесены удивительные достижения. К примеру, китаец Цюэ Цзяньюй собрал кубик Рубика вверх ногами за почти 16 секунд. Американская баскетболистка Тордж Джордж сделала 32 переворота, пропуская при этом мяч между ногами. А британский художник Ливи Гослинг в сотрудничестве с благотворительной организацией, помогающей психически больным молодым людям, создал самую большую светящуюся в темноте картину. У одного жителя Германии есть уже почти 40 достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. Однако это не предел, ведь его цель – установить рекорд по числу рекордов. Актуальные сообщения читайте на нашем сайте о развитии событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!